Хотите совершить увлекательное космическое путешествие, узнать о звездах и планетах, побывать на орбитальных станциях? Скорее спешите в привокзальную детскую библиотеку номер 8 с окрасочными и познавательными космическими книгами. Эти книги станут для вас проводниками в мир таинственного и загадочного космоса. Хотите узнать, какие именно книги есть в библиотеке? Полетели знакомиться! Для начала расскажем о книгах для самых юных любителей астрономии. Книга Андрея Цуканова «Космос» выполнена в виде космической азбуки, где на каждую букву алфавита найдется космический объект или явление. Маленькие любознайки получат интересную информацию о звездах и созвездиях, планетах и астероидах. Так, например, астероид означает подобный звезде. И является малым космическим телом. Созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш, имеет и другие, менее известные названия. Коромысла, повозка, семь мудрецов. В своей книге Андрей Цуканов обращается к истории изучения и освоения космоса. Малыши узнают о великих космонавтах, конструкторах космических кораблей и ученых, изучавших космическое пространство еще в средние века. В частности, Николай Коперник является основоположником гелиоцентрической системы космоса. В своей работе о вращении небесных сфер он рассказал миру, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Всем тем, кто еще не в курсе, что внутри звезд происходят термоядерные реакции, Нептун получил свое название в честь Бога Морей, а галактика, где находится Земля, имеет название Млечный Путь, советуем познакомиться с книгой Андрея Цуканова «Космос». Следующая книга называется «Тайны Вселенной». Ее девиз «Научно не значит скучно». В этой книге мальчишки и девчонки найдут материалы о нейтронных звездах и голубых сферогигантах, узнают о существовании и назначении звездных карт, и почему некоторые созвездия именуются зодиакальными. Автор простым языком расскажет ребятам об устройстве Солнечной системы, планетах земной группы и газовых гигантах. Планеты Солнечной системы наверняка знают и могут назвать практически все. А вот знакомы ли вам карликовые планеты? Можете ли вы перечислить их? Если нет, скорее открывайте книгу «Тайны Вселенной» и читайте раздел «Карликовые планеты». Здесь находится известный многим Плутон, а также Маки-Маки, Хаумеа, Эрида и Церера. Думаю, что юные любители астрономии с удовольствием прочитают о затмениях, астероидах и кометах, а также о космических исследованиях и космонавтах. Если вам кажется, что космос – это нечто далекое и совершенно неинтересное, срочно берите в руки книгу «Тайны Вселенной». Вы будете очарованы реалистичными иллюстрациями, краткими справками и множеством занимательных фактов. Представляем вашему вниманию книгу «Сатурн» из серии «Солнечная система» в вопросах и ответах. Сатурн – младший брат Юпитера, самая легкая планета Солнечной системы. Получил свое название в честь римского бога земледелия. Чем же так привлекает земных жителей этот гигантский газовый шар? Может быть, разница температур на поверхности и при погружении к ядру? Да, температура на этой планете действительно переменчива. Если на поверхности минус 178 градусов по Цельсию, то внутри ядра 11700. Загадочными являются и кольца Сатурна. Как они образовались? Из чего состоят? Почему иногда пропадают из поля зрения земных телескопов? Обо всем этом увлекательно расскажет энциклопедия. Не менее интересны и спутники Сатурна. Их насчитывается 63. Так на Титане идут ядовитые метановые дожди из кроваво-красных облаков. Рея по своему строению напоминает Луну. А Гиперион имеет высокую пористость и похож на губку для мытья посуды. Можно ли понаблюдать за Сатурном и его спутниками невооруженным глазом? Что такое световые фильтры? Какие летательные аппараты отправлялись в космос для изучения Сатурна? Вы обязательно узнаете, если прочтете книгу «Сатурн» из серии «Солнечная система» в вопросах и ответах. Что такое астрономия? На этот вопрос пытается ответить энциклопедия Луи Стоуэлла. Где начинается космос? Быть может, там, где заканчивается атмосфера Земли? Или в другом месте? Астрономы спорят об этом до сих пор. Книга Луи Стоуэлла расскажет, как отличить астрономию от астрологии. Объяснит, почему планеты называют космическими странниками. Возможно, потому, что они постоянно находятся в движении по космическому пространству и никогда не стоят на месте. У каждой планеты есть свои отличительные особенности. Например, Марс получил свое название в честь римского бога войны. Продолжительность года на Уране составляет 84 земных года. А на Меркурии нет атмосферы, поэтому он часто подвергается метеоритным дождям и имеет на поверхности кратеры. Маленьким читателям любопытно будет рассмотреть карту звездного неба северного и южного полушарий и отыскать созвездия. Карта подскажет, какие созвездия появляются на небосклоне в разное время года и как сориентироваться в звездном небе по компасу. Тем, кто решит изучать астрономию основательно, рекомендуем обратить внимание на главу, телескопы и другие приборы. Вы узнаете о современных способах ведения космических наблюдений, о технологичных аппаратах, позволяющих получать максимально достоверную информацию о космических телах и явлениях. Будущим астрономам, космонавтам и просто любителям космоса советуем энциклопедию Луи Стоуэлла «Что такое астрономия». Если вас интересует история освоения космоса, предлагаем обратиться к книге Владислава Горькова «Космическая азбука». Сначала вам предстоит познакомиться со своей родной планетой Землей и ее космическими соседями, а дальше по ступенькам подняться в небо, узнать о первых летательных аппаратах, изобретенных человеком, о том, как менялись технологии, появлялись новые возможности от простого подъема в воздух до запуска первых космических спутников и непосредственно полета человека в космос. Не менее интересны и космические будни на орбитальной станции. В книге приводится информация о питании, сне и гигиене космонавтов, а также о перегрузках во время полета и особенностях приземления. Если вами движет идея запуска экспериментальной лаборатории на Луну или к дальним планетам и их спутникам, то скорее листайте книгу Владислава Горькова «Космическая азбука». Учащимся средней школы рекомендуем детскую энциклопедию «Тайны Вселенной» издательства «Махаон». Из этой книги школьники узнают о том, как развивалась астрономия с древнейших времен до наших дней, с какими проблемами она сталкивалась и как постепенно начала разгадывать загадки космических тел и явлений. Что представляет собой звезда? Отличаются ли Солнце от других звезд? Бывают ли в космосе облака? Ответы на эти вопросы ищите в энциклопедии «Тайны Вселенной» издательства «Махаон». Книга содержит много любопытной информации об устройстве Солнечной системы и ее планетах. У металлического «Меркурия» совсем нет спутников. Поверхность Венеры нагрета до 470 градусов, а Земля имеет защитное магнитное поле. Здесь же вы узнаете о галилеевых спутниках Юпитера, каждый из которых отдельный мир. Так поверхность Ио покрыта разноцветными пятнами, Европа – толстым слоем растрескавшегося льда, а Калиста знаменит своими кратерами. Авторы энциклопедии размышляют о переселении на Марс, вращающихся вокруг своей оси космических станциях, инопланетных цивилизациях и кораблях будущего. Мечтателям и фантазерам точно понравится энциклопедия «Тайны Вселенной» издательства «Махаон». В издательстве «Росмен» для учащихся средней школы вышла книга под названием «Астрономия». С помощью этой книги учащиеся смогут познакомиться с астрономией, как наукой, узнать ее историю. Не останется в стороне устройство Солнечной системы. Энциклопедия содержит интересные факты о звездах и планетах. Возможно ли жизнь на Марсе? Откуда на Солнце пятна? Чем интересны спутники Сатурна? Обо всем этом читайте на страницах книги. Целый раздел энциклопедии посвящен наблюдению за звездным небом. Книга расскажет, как и где вести наблюдения, как устроена карта звездного неба и какие легенды связаны с появлением на небе созвездий. Здесь смельчак Персей, победивший Медузу Гаргону, корабль Арго, отправлявшийся за Золотым Руном, и красавица Андромеда. Тем, кто неравнодушен греческой мифологии и мечтает научиться ориентироваться по звездам, мы советуем взять в руки книгу по астрономии издательства «Росмен». В завершении хотим познакомить вас с энциклопедией Стюарта Аткинсона «Астрономия». Небольшая по объему, но увлекательная книга содержит материал о звездах и планетах, кометах и астероидах. Вы узнаете, как отличить планету от звезды, что случилось с Меркурием много миллионов лет назад, где располагается галактика Млечный Путь и чем опасны черные дыры. Будущим астрономам и не только будет полезно прочитать о новейших телескопах и космических аппаратах. Чем закончилась встреча «Вояджера-2» с Нептуном? Что будет, когда современные космонавты посетят Луну? Какие тайны космоса еще не разгаданы, но очень близки к разгадке? Читайте на страницах книги Стюарта Аткинсона «Астрономия». Для начинающих астрономов книга включает в себя простые и понятные карты звездного неба, которые подскажут, какие созвездия и в каком месяце имеет смысл наблюдать в северном и южном полушариях. Если вам понравилась какая-либо из книг, представленных в обзоре, спешите к нам в гости в привокзальную детскую библиотеку номер 8. Все эти книги есть у нас в фонде. Их можно взять домой и погрузиться в необъятный и загадочный мир космоса. Помимо этого, мы можем предложить художественные книги о космонавтах и космических открытиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова